Сохранить историю с такой целью во всем мире существуют архивы. Об этом поговорим с Дарьей Зиминой, она на прямой связи со студией. Даша, доброе утро. И скажи, пожалуйста, какие учреждения, занимающиеся хранением ценных документов, есть в Керчи? Коллеги, доброе утро. Мы с вами сегодня неспроста говорим о сохранности информации и истории, ведь сегодня, 10 марта, в России чтут работников архивов. Сейчас мы находимся в муниципальном архиве города Керчи, который уже 95 лет занимается сбором, учетом и хранением документов. О работе учреждения нам сегодня расскажет Екатерина Плужникова, директор муниципального казенного учреждения, муниципальный архив города Керчи. Екатерина Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, за почти век, получается, существует архив, и сколько документов у вас здесь в фондах хранится? На сегодняшний день в муниципальном архиве хранится 80 тысяч документов. Это, получается, с какого периода именно? С какого года они? 44-го. Самый ранний период, у нас 44-й год. То есть я так понимаю, что именно те документы, которые были утеряны во время Великой Отечественной войны, их уже никак не восстановить, их здесь нет? На сегодняшний день нет. Мы не можем это все восстановить. То, что есть, то есть. Мы храним это. Хорошо. 80 тысяч документов. Какие это документы? Расскажите подробнее. Это документы предприятий города. В основном личный состав. Самых крупных у нас КМК, СРЗ и другие организации города. А вот самое интересное, что у вас здесь можно обнаружить? Самое интересное, это документы КМК 44-го года. Берешь их в руки и ощущаешь вот ту древность, вот ту ценность, то, что очень хочется беречь. Ну вот в таком состоянии бумаги сколько могут прожить? То есть за ними нужен какой-то особый уход, я так понимаю? Температурно-влажностный режим, конечно. Это обеспыливание обязательно. И есть документы, которые на сегодняшний день проходят оцифровку, самые ценные, чтобы их уже не касаться. Расскажите, может быть у вас за время работы появилось какое-то новое оборудование здесь? Да, у нас проходит модернизация муниципального архива, приобретен сканер, планетарный сканер. Самые ценные документы уже оцифровываем, уже работаем с ними. А сколько уже удалось оцифровать за это время работы сканера? Я понимаю, что немного. Порядка 300 дел уже оцифровали. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о работе архивиста. Насколько она сложна и интересна? Эта работа очень интересна, но требует внимания, усидчивости. И, конечно же, остаются только талантливые люди. Нужно специальное образование, да? Обязательно. Почти все сотрудники на сегодняшний день, это порядка 90% наших сотрудников, прошли обучение по архивному направлению. А из чего состоит обычно рабочий день архивиста? То есть, как он начинается и как проходит весь рабочий процесс? В муниципальном архиве у нас три отдела. Получается учет, комплектование и использование. На сегодняшний день акцент поставлен, конечно, больше на социально-правовые запросы. С утра они получают от начальника отделов запросы по направлению пенсионного фонда, поднимаются в хранилище и начинают работать с документами. То есть, вот здесь целый день люди находятся, да? Я так понимаю, что вот эти коробки достают, как-то рассматривают, что-то фиксируют? Находиться целый день здесь нереально. Мы понимаем, что они, допустим, первую половину дня поработали в архивах хранилища, дальше спускаются за свое рабочее место. У каждого сотрудника есть рабочее место, оборудованное, компьютер, МФУшка. И человек работает уже за компьютером. А сколько за год приходится обычно принимать новых документов в архив? Очень по-разному. По нормам мы должны принять, допустим, тысячу документов, а получается и до пяти, и до семи, и больше. Екатерина Сергеевна, спасибо вам большое за то, что мы сегодня побывали у вас в гостях. Было очень интересно. Коллеги, я напоминаю, что сегодня мы беседовали о работе архива с директором муниципального казенного учреждения, муниципального архива города Керчи Екатериной Плужниковой. Желаю вам хорошего настроения и заканчиваю на этом. Спасибо большое, Даша. Хорошего вам тоже настроения и только добрых новостей. Напоминаем, с нами на связи была Керчи, корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина.